Вопрос об утверждении депутатами Республиканского парламента кандидатуры прокурора Карачаева-Черкесии значился первым в повестке дня сессии. Кандидата парламентариям представил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Овчайко в соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации вносит на согласование для назначения на должность прокурора Карачаева-Черкесии республики кандидатуру Александра Васильевича Терещенко. В органах прокуратуры служит с 1996 года. За примерное исполнение служебного долга он неоднократно повсерялся генеральному прокурору, награжден народным знаком почетный работник прокуратуры Российской Федерации в знаках отличия за верность закону третьей степени. С 2009 года и по сей день Александр Терещенко занимал должность заместителя московского межрегионального транспортного прокурора. Присутствовавший на сессии глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов также обратился с просьбой к депутатам Народного собрания поддержать кандидатуру Александра Терещенко на должность прокурора республики. Александр Васильевич прекрасно понимает, чем сегодня живет республика, какие цели и задачи сегодня ставятся руководством страны для того, чтобы республика жила в том темпе, в том развитии, которое сегодня происходит. И такие же задачи и цели ставят сегодня генеральный прокурор перед Александром Васильевичем. Поэтому просил бы вас поддержать эту кандидатуру и убежден в том, что она получит одобрение. Ну и потом, конечно, пожелаем очень плодотворной и качественной работы на благо нашей родной республики. За кандидатуру нового прокурора республики депутаты проголосовали единогласно, после чего перед парламентариями выступил сам Александр Терещенко. Забегая вперед, отметим, что в этот же день генеральный прокурор России Юрий Чайко подписал приказ о назначении Терещенко исполняющим обязанности прокурора КЧР. Согласно процедуре назначения прокурора субъекта Российской Федерации, официальное вступление в должность состоится после подписания указа о его назначении президентом России Владимиром Путиным. Хочу сказать, что мне повезло оказаться в республике, мне повезло оказаться в Черкесске. Поэтому у меня есть желание, у меня есть, ну, надеюсь, есть опыт определенный, который я буду применять в работе в этой должности. Еще раз всем спасибо. Если в нашей совместной работе будут какие-то вопросы, всегда готов рассматривать практически любые вопросы, для всех буду открыт. То есть, надеюсь и в дальнейшем на вашу поддержку, понимание. И вот, как я уже сказал, повторюсь на совместную, надеюсь на совместную работу. Спасибо. Совместная работа прокуратуры должна быть прежде всего с другими силовыми ведомствами. К их руководителям, также приглашенным на сессию, еще раз обратился глава республики. И благодаря вашей работе сегодня мир, спокойствие и стабильность. Вам, вот, поздно встречаю всех коллегам, хочу сказать, слава благодарности. И убежден в том, что вот в свой коллектив, Александр Васильевич, примите, и все будет только на блага нашей республики. В числе других наиболее важных вопросов повестки заседания, изменения в республиканском бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов. Выделение субсидий бюджета муниципальных образований на оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета. Увеличение сигнований на проведение мероприятий в рамках Года культуры в Российской Федерации. Субсидирование на различные программы по развитию сельского хозяйства республики. А также продление моратория на приватизацию земельных участков сельскохозяйственного назначения. Изучить опыт студентов других объектов Российской Федерации, в том числе и соседних, предлагаем продлить действие моратория до 2052 года. В целях снижения, то есть недопущения социальной определенности на местах, как говорится, в сельских поселениях, так как у нас очень много людей, населения задействовано на землях сельского назначения. Еще одним социально значимым вопросом, рассмотренным на сессии, стала законодательная инициатива депутатов Народного собрания Карачаева-Черкесии. Они приняли обращение к вышестоящим органам власти внести изменения в правила предоставления молодым семьям социальных выплат по федеральной программе обеспечения жильем молодых семей. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы прописанное в программе ограничение по возрасту 35 лет действовало лишь на момент вступления в программу, так как многие молодые семьи пока дожидаются своей очереди из-за возраста уже не могут реализовать свое право на получение социальной выплаты. Это самая работающая программа, поэтому просьба, чтобы наше обращение заключается в том, чтобы дать им возможность, если на момент принятия решения в муниципальном районе или городе до 35 лет попали, чтобы они в этой программе оставались. Вот судя вопроса, если пора ответить. Текст обращения, принятого депутатами Народного собрания КЧР, будет разослан законодательным органом власти всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, парламентская делегация из Карачаева-Черкесии вынесет на обсуждение обозначенную инициативу на заседании Северокавказской парламентской ассоциации, которая пройдет 27-28 февраля в Ингушетии. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.